здравствуйте дорогие мои телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема роза сначала я вам показала ее когда мы ее купили как ее выбрать а теперь хочу показать что с ней делать так холодильнике все купленные упаковки роз вы замотали вот так газетами до одели резинки чтобы газета держалась вам там ничего не переворачивать 10 раз ну а теперь смотрите что делать дальше она ведь проснулась видите красотка давайте уберу вот эту газету страшную значит она проснулась смотрите какие у нее расточки но они почти не увеличиваются и это говорит о том что холодильник не идет на пользу а знаете почему все просто вот у нее как я уже говорила есть корневище вот она спрятана вот тут земля вот тут вот коротковато немножко корневище вот тут вот есть такая затяжка как он называется правильно хомут хомут мы должны его расстричь аккуратненько не пораньтесь потому что затянуто так и тит вертит ой вот так правда ужасно все крепко добросовестно сделано а теперь смотрите я попытаюсь снять вот эту упаковку этот пакет вот если у вас уж совсем нету желания никакого заниматься с этой розой но сделайте и пакет побольше у нее там ну придется все снять видимо да вы должны понимать нет показать надо так чтобы вы сделали это правильно значит вот там влажно да даже испарено есть на пакете но есть розы в которые никто туда водички не налил но когда она сухая вы себе представляете да здесь уже идет работа жизнь проснулась зеленая и оттуда начинает высасываться все питательные вещества и влага так надо все таки восполнить этот недостаток мы эту бумажку так слегка вот так вот подразорвем до корней тут нет вижу торф только но я возьму лечку посмотрите но будьте умничками и налейте водички но налейте так вот грамм хотя бы ну 150 хотя бы ой потекло немножко ничего страшного значит вот и вы должны понимать что там влажно то еще снизу если там все-таки почва там хорошая конечно исключительная просто всегда в торф заворачивают да вот здесь я вижу грязные в пакете эти потеки значит влага туда проникает но в сухом виде вы ничего хорошего не получите не добьетесь все здесь все промочили бумагу на место поднимаем пакет и мы уже не будем завязывать туго достаточно вот так сделать а теперь снова в коробку так ну ее раздуло немножко но вы должны упаковать ее также как она лежала теперь мы оденем снова газету и завяжем резинку берем в холодильник но значит посмотрите вот это место у розы вот она я хочу вам что показать вот это место у розы вот куда врезаны прививки вот эта культура это дикий шиповник дикий шиповник хорош тем что он не замерзает он переносит очень холодные низкие температуры поэтому и прививки тоже получаются жизнеспособными очень и тоже достаточно холодостойкими чтобы вы помнили и знали значит роза выдерживает минусовую температуру до минус 19 градусов она еще не требует в это время укрытия она это может перенести не торопитесь укрывать розы мы к этой теме еще вернемся но запомните минус 19 ваша задача просто как очень наш выучить все что касается розы если вы ими занимаетесь вот на этом я остановлюсь в следующей программе я расскажу как поступить с этим прививочным кулачком под землю его или над землей его и почему на юге роза королева навоза а у нас она любительница нейтральной почвы вот на этом закончу всего доброго и до свидания